приветствую всех зрителей моего канала сегодня предлагаю посмотреть вам очередной домашний влог начать свой рассказ хочу вот такого небольшого заказа домашних и не только домашних мелочей это такие вещи которые на которые мне ну не то что жалко не вижу смысла тратить какие-то большие деньги поэтому время от времени заказываю кое-что на китайских сайтах сейчас начался сезон пикников и выезда за город и поэтому я заказала вот такие четыре полотенца ярких цветных немножко пошуршут пакетиками они очень тоненькие совершенно недорогие и как я и сказала заказал их специально чтобы не жалко было ездить на пикник можно и завернуться в них можно и накрыть что-то ну то есть использовать как угодно и самое самое главное их не будет жалко потому что они недорогие не самые лучшие по качеству надо сказать тоненькие впитывает тоже влагу так себе но опять же для того чтобы использовать на пикнике для того чтобы ездить на природу их не жалко и потом в принципе если они уже придут негодность мне также будет не жалко их выкинуть дальше я заказала себе вот такие милейшие сланцы хорошего они качества думаю ну на один сезон то точно хватит ну а мне может быть даже не на один потому что как я говорила обувь я ношу очень аккуратно и сланцы в том числе а я заказывала 36 размер хотя нашу 35 но вот такие такую обувь и думаю лучше заказывать всегда на размер больше далее мне понравились вот такие наволочки на диванные подушки таком я бы сказала эко стиле потому что вот сама эта ткань она похожа на какую-то холщовую ткань что ли и здесь получается у меня четыре разных варианта сейчас покажу как это выглядит я вам уже показывал вот этот уголок на нашей лоджии я долго думала что туда поставить кресло или какой-то угловой диванчик и остановила свой выбор вот на такой замечательной банкетки это такой компактный вариант и мне очень нравится что внутри можно что-то класть я предполагаю хранить там обувь обувь который естественно уже не по сезону она неплохо сюда вписалась и самое главное появилось еще одно место для хранения что немаловажно для небольшой квартиры но естественно именно для нее я и заказывал вот эти замечательные наволочки для подушки для того чтобы украсить эту банкетку сделать ее более удобной а вот такое уютное местечко появилась на нашей лоджии где можно отдохнуть также себе заказала вот такую подставочку для помад для блесков очень давно я уже ее хотела потому что это очень удобно конечно же все на виду не надо рыться там в коробочке где у меня обычно блески помады лежат искать там нужный цвет здесь все что называется на виду но единственное что я все-таки планирую ставить поставить ее в шкафчик а не на туалетный столик потому что мне как-то не нравится когда все это в открытом что называется доступе но в любом случае очень удобная подставка как сказала очень давно ее хотела далее я заказала вот такие бьюти-блендеры у меня еще есть третий но он уже такой использованный поэтому я вам не показываю сейчас я время от времени делаю макияж пробую себя что называется в новом деле клиенты у меня появились поэтому такие вот вещи мне конечно необходимы я уже по моему говорила что такой вот прям большой разницы между настоящим бьюти-блендером и вот такими аналогами подделками называйте как хотите я не вижу но опять же на мой непрофессиональный взгляд поэтому используя их и мне нравится равномерно наносит макияж очень аккуратно они такие кстати достаточно плотненькие но понятное дело что в не не в намоченном виде они вот такие маленькие потом разбухает мне очень нравится и вот что называется для работы очень такой подходящий вариант также я заказала себе вот такие трафареты для френча две упаковочки в каждой упаковке по моему по 10 вот таких листочков это очень выгодно вот я тут не знаю видно нет пыталась не самое конечно пока аккуратное исполнение но безусловно все что называется приходит с опытом поэтому можно и французский маникюр и какой-то яркий френч дело здесь как видите они разных форм одного размера но разных форм очень такой подходящий вариант для тех кто учится потому что они стоят совершенно недорого и можно тренироваться со спокойной душой если что-то не получилось не жалко в принципе и выбросить еще заказала себе вот такие трафареты для маникюра это такие наклеечки которые отлично смотрятся на темном лаке и получается по моему очень даже интересная честно говоря не очень люблю какой-то роспись на ногтях но это что называется для разнообразия для того чтобы можно было как-то украсить свой маникюр ну и последнее это такая милая шкатулочка для хранения украшений бижутерии здесь вот по отдельным контейнером немножечко эту тушь на себе разложила кое-что из того что я использую постоянно и очень часто в принципе это конечно понятное дело кожа не натуральная все так скромненько смотрится но мне очень удобно хранить потому что маленький компактный вариант как я сказала на столе не люблю ничего наставлять поэтому я в шкафчик все это убрала там у меня аккуратненько все стоит очень очень удобно ну и заключение по традиции хочу показать вам несколько новых интересных приложений в первую очередь это своего рода органайзер это приложение которое помогает вам организовывать то что вам скажем так интересно на данный момент вы создаете полочки на них вы можете хранить фотографии тех вещей которые вам хотелось бы систематизировать скажем так я создала несколько полочек в первую очередь эта полочка декор и там я размещаю те фотографии которые мне понравились именно по декору то есть это своего рода такие вдохновители для меня и мне понравилось и я допустим планирую что-то возможно воплотить в жизнь и или что-то или чем-то какой-то фотографии вдохновиться также я создала полочку стрижки и здесь тоже стрижки которые мне понравились я планирую возможно вот сейчас покажу вам какая мне больше всего вот это очень нравится и я как-то так надеюсь что возможно кто-то из наших мастеров сможет нечто подобное на моей голове сыру соорузить соорудить сюда что ж такое сегодня с моим языком далее у меня есть полка майкап здесь собраны фотографии в основном макияжа невесты там мои клиентки время от времени мне присылает то что они хотели бы назовем это так видеть на своем лице вот только сегодня создала еще одну новую полку дизайн дома и здесь вот посмотрите какая замечательная уютная лоджия возможно что-то из того что я вижу бы здесь в органайзере меня вдохновит на какие-то новые идеи а также здесь есть раздел такой общий где все пользователи этого приложения выкладывают по своим номинациям по отдельным фотографии всегда очень очень интересно посмотреть особенно для любителей красивых фотографий это просто действительно находка что здесь еще есть но тут все одежда обувь все что угодно также вы можете создать полку которая будет скрыта то есть такую приватную полку это может быть что-то свое лишь ли лишнее личное что-то размещать очень интересное приложение мне она понравилась и прямо увлеклась и думаю что это действительно очень такая интересная идея как правильно сказать органайзера своего рода здесь я под именем в этом приложении таня 7111 так что подписывайтесь и если вам интересно смотрите какие же новые фотографии я добавляю и что мне вообще интересно а ну еще одно приложение для любителей шопинга сейчас многие интернет-магазины к нашей великой радости создают вот такие приложения в которых вы можете делать покупки интернет-магазин который всегда с вами он что называется в вашем кармане и в любом месте находясь не знаю в дороге в очереди в пробке вы можете даже сделать покупку вот здесь есть после возле каждого каждой модели есть размерная сетка очень очень удобно отдел отдельный раздел по скидкам тоже очень удобно можно посмотреть и естественно создав свой аккаунт вы можете сразу сразу же совершить покупку это очень удобно потому что ну сейчас ритм жизни такой что частенько ни на что не хватает времени а я например люблю такие приложения потому что опять же где-то не знаю в очереди еще где-то где приходится ждать это конечно всегда очень сильно раздражает но когда есть такое интересное или подобное интересное приложение всегда можно как-то себя занять и даже занять с пользой так что на этом я наверно буду а нет нет я не буду на этом заканчивать еще себя можно занять очень хорошо в приложении кефир очень его люблю и самый любимый мой раздел это животные но мне кажется ничто так нас не радует как фотографии животных но они ну такие забавные такие смешные просто наверное можно смотреть за ними наблюдать за их повадками на фотографии в том числе я например могу не знаю все время мне совершенно нисколько это не надоедает что с на этом я теперь точно буду с прощаться до встречи на моем канале всего вам хорошего пока